Добрый день, друзья и недругие. 21 октября, день рождения Никиты Сергеевича Михалковой. Через год ему будет 80. Это уже серьезная очень дата, всякие будут поздравлялки. Мне все-таки кажется, что очень важно сейчас, когда про Михалкова говорят в контексте его телевизионной деятельности, и напоминают как Бесогона, все-таки напомнить, что он, помимо прочего, помимо того, что он общественный деятель, что он телеведущий, он, конечно, великий режиссер. Но просто великий действительно достаточно. Один фильм, если бы он снял всего, свой среди чужого, среди своих, он бы уже заработал себе титул великого. Это потрясающая работа совершенно. И я, конечно, не киновед, но я говорил со многими авторитетными людьми, которые разбираются в этом. Включая Кирилла Емельевича Разлогова, самого авторитетного в свое время, ну, при его жизни, конечно, нашего кинокритика. И я доверяю этим людям. Жриссер он велик. Что касается его общественной деятельности. Я, кстати, насчет Бесогона с очень многими говорил его коллегами, с родственниками, кстати, с Егором Кончаловским, его племянником. Я считаю, что, несмотря на то, что, пожалуй, заслуженно иногда критикуют Бесогон, это очень нужный проект. Очень нужный именно в контексте того, что вещает человек с авторитетом. Вещает не журналист, не какой-то аналитик, а человек, который заработал социальный капитал. Задолго до того, как он стал заниматься вот такого рода блогерской, как говорят, деятельностью. Поэтому я всегда с интересом отсматриваю эти выпуски. И там, как в любой журналистской работе, бывают всякие какие-то накладки. Ну, редакторские. Что-то там, кто-то напутал с тех, кто готовил ему. Сенсации там может и не быть, но очень верные, адекватные и нужные сейчас. Вот в 2024 году оценки. И Никита Сергеевич проговаривает вещи, которые необходимо проговаривать. Кому-то они кажутся очевидными. Кому-то спорно. Но то, что Михалков вот это озвучивает, я считаю, что да, это зачет. Ему низкий поклон и огромное благодарность. Я с ним многократно беседовал. Он потрясающий собеседник, неповторянница. У него, да, как у всех, у него есть какие-то заготовки, штампы. Да, он их повторяет. Но рассказывая те или иные занятные факты своей биографии, он всегда находит какие-то новые штрихи. Вот в этом смысле он не рассказывает. У каждого еще. Ну вот 79 лет шеф прожил, у него может быть 79 историй. С ним всегда интересно беседовать. С ним всегда интересно беседовать, потому что он готов выслушивать, в том числе и вещи, которые заведомо ему будут неприятны. И по нутру он готов выслушивать, парировать и на эту тему рассуждать. То есть он такой думающий собеседник. Короче говоря, это не поздравление, конечно, в таком формате, а просто напоминание об этом дне, об этом человеке. И, конечно, оставлю отрывочек одной из наших бесед. Просто другую страну. У меня был кое-кто из ваших детей, здесь присутствовал в студии. Я обратил внимание, что... Какой номер? Ну, Артем был. Был Артем, да. Третий, значит. Номер три. Номер три, да. Обратил нашему номер три. Да и у других, с кем приходилось общаться вне студии, что у них совершенно нет того, что называется словом понты. Что они совершенно вот такие, что вот мы, Михалковы, такого вот у них нет. Скажите, а вот вы считаете, что вы с братом отца понимали своего? Вот вы, хорошо, мы про пароварк не будем. Вот вы, у вас было взаимопонимание? Абсолютно. А то, что вы пошли в возрасте 27 лет в армию, и он ничего не сделал для того, чтобы, в общем-то, вас уже совершенно звездного, такого актера, кинематографиста, там, секс-символа после фильма «Я шагаю по Москве», такого, на три года на флот. Вот вас это никогда не наводило на мысль, что он бы мог бы что-то вот сделать для того, чтобы... «Надо знать отца». Надо знать отца. Я тоже ничего не сделал, когда Степана забирали, его забрали реально на три года. Почему? Потому что вы считали, что вы на виду у всей страны, что это будет обсуждаться? И в истории Михалковых, как их называли, была замечательная поговорка «На службу не навязывайся, от службы не отказывайся». И я понимал абсолютно точно, что... Знаете, захочет Господь, чтобы я не поехал, я не поеду. А не захочет, я поеду. Поэтому в данном случае, это, знаете, по-моему, Олешковский сказал, что свобода – это абсолютное доверие Богу. Гениальная мысль. Не вера даже, а доверие. Поэтому, когда говоришь, на, ипш, делай со мной что хочешь. Раз так ты за меня отвечаешь, я готов. В этом есть потрясающая внутренняя свобода. Она может быть сродни русскому, так сказать, дяйству, так сказать, понимаете. Но, с другой стороны, это потрясающее ощущение, что да, надо. Мама говорила, это значит так надо. То есть она фаталистка была? Фаталистка она была? Нет, она просто, она верила в то, что если это происходит, значит так надо. Это поразительно совершенно. И это воспитывалось, и воспитывало и во мне, и в моих детях потом. Вот она с ними много общалась, а потом, правда, с Надькой меньше, но все равно это перешло. Вот это вот, так сказать, мама говорила, если тебе что-то катится в руки, только протяни и возьми, подумай, сколько из десяти человек от этого бы не отказывалось, если больше пяти откажешься. Не политкорректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев с понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Пацаны не извиняются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова